НЕ СУДЬБА Направо и налево тянулись богатые луга, оглашаемые криками перепелов, чибисов. На горизонте там и сям белели в синеющей дали церкви и барские усадьбы с зелеными крышами. Взять бы сюда нашего председателя и носом его потыкать, проворчал Гадюкин. Толстый седовласый барин в грязной соломенной шляпе и с пестрым галстуком, когда Бричка, подпрыгивая и извякая всеми своими суставами, объезжала мостик. Наши мосты для того только и строятся, чтобы их объезжали. Правду сказал на прошлом собрании граф Дублеве, что земские мосты построены для испытания умственных способностей. Ежели человек объехал мост, то стало быть, он умный. Ежели же въехал на мостик и, как водится, шею сломал, то дурак. А все председатель виноват. Будь у нас председателем другой кто-нибудь, а ни пьяница, ни Соня, ни Размазня, не было бы таких мостов. Тут нужен человек с понятием. Энергический, зубастый, как ты, например. Нелегкое тебя несет в мировые судьи. Балонтировался бы право председателем. А вот погоди, как прокатят сегодня на вороных, скромно заметил Шелохвостов, высокий рыжий человек в новой дворянской фуражке, то по неволе придется баллотироваться в председателе. Не прокатят, зевнул Гадюкин. Ой, нам нужны образованные люди, а университетских-то у нас в уезде всего-навсего один. Ты, кого же выбирать, как не тебя? Так уж и решили. Только напрасно ты в мировые лезешь. В председателях ты нужнее был бы. Все равно, друг. И мировой получает 2400, и председатель 2400. Мировой, зная, сиди себе дома, а председатель то и дело трясись в бричке в управу. Мировому не в пример легче, и к тому же... Шелохвостов не договорил. Он вдруг беспокойно задвигался и вперил взор вперед на дорогу. Затем он побагровел, плюнул и откинулся на задок. Так и знал. Чуяло мое сердце, пробормотал он, снимая фуражку и вытирая со лба пот. Опять не выберут. Что такое? Почему? Да ничто не видишь, что отец Анисим навстречу идет. Уж это как пить дать. Встретится тебе на дороге эдакая фигура, можешь назад вратиться. Потому ни черта не выйдет. Это уж я знаю. Митька, поворачивай назад. Господи! Нарочно пораньше выехал, чтобы с этим иезуитом не встречаться. Так нет. Пронюхал, что еду. Чутье у него такое. Да полно будет тебе. Выдумываешь. Ей и Богу. Не выдумываю. Думаю, ежели священник на дороге встретится, то быть в беде. А он каждый раз, как я еду на выборы, всегда норовит мне навстречу выехать. Старый, чуть живой. Помирать собирается. А такая злоба, что не приведи создатель. Недаром уж двадцать лет за штатом сидит. И за что мстит-то? За образ мысли. Мысли мои ему не нравятся. Были мы, знаешь, однажды у Лива. После обеда. Выпьемши, конечно. Сел я за фортепианы. И давай без всякой, знаешь, задней мысли петь. Настойчка травная. Да грянем в хороводе при всем честном народе. А он услышал и говорит. Не подобает судьи быть с таким образом мысли касательно иерархии. Не допущу до избрания. И с той самой поры каждый раз навстречу ездит. Уж я и ругался с ним. И дороги менял. Ничего не помогает. Чутьем слышал, когда я выезжаю. Что ж, теперь надо ворачиваться. Все равно не выберут. Это уж как пить дать. В прошлые разы не выбирали. А почему? По его милости. Ну полно. Образованный человек в университете учился. А в бабе предрассудки веришь? Не верю я в предрассудки. Но у меня примета. Как только начну что-нибудь 13 числа. Или встречусь с этой вот самой фигурой. То всегда кончаю плохо. Все это, конечно, чепуха. Вздор. Нельзя этому верить. Но объясни, почему всегда так случается. Как приметы говорят. Не объяснить же вот. По-моему, верить не нужно. Но на всякий случай не мешает подчиняться этим проклятым, проклятым приметам. Вернемся. Ни меня, ни тебя, брат. Не выберут. И вдобавок еще ось сломается. Или проиграемся. Вот увидишь. С бричкой поравнялась крестьянская телега. В которой сидел маленький, дряхленький рей. Широкополом, позеленевшим от времени цилиндре. И в рязке. Поравнявшись с бричкой, он снял цилиндр и поклонился. Так нехорошо делать, батюшка, замахал ему рукой Шелохвостов. Такие ехидные поступки неприличны вашему сану, даст. За это вы ответ должны дать на страшном судилище. Воротимся, обратился он к Гадюкину. Даром только едем. Но Гадюкин не согласился вернуться. Вечером того же дня приятели ехали обратно домой. Оба были багровы, сумрачны, как вечерняя заря перед плохой погодой. Говорил ведь я тебе, что нужно было вернуться, ворчал Шелохвостов. Говорил ведь, отчего не послушался. Вот тебе и предрассудки. Будешь теперь не верить. Мало того, что на вороных подлецы прокатили, но еще и насмех подняли анафемы. Кабак, говорят, на своей земле держишь. Ну и держу. Кому кое дело? Держу. Да. Ничего, через месяц в председателе будешь баллотироваться. Успокоил Гадюкин. Тебя нарочно сегодня прокатили, чтобы в председателе тебя выбрать. Пой, Соловьем. Всегда ты меня, Ехида, утешаешь. И сам первый норовишь черников набросать. Сегодня ни одного белого не было. Все черники, стало быть, и ты, друг, черника положил. Мерси. Через месяц приятели по той же дороге ехали на выборы председателя земской управы. Но уже ехали не в десятом часу утра, а в седьмом. Шелохвостов ерзал в брички и беспокойно поглядывал на дорогу. Он не ожидает, что мы так рано выйдем, говорил он. Но все-таки надо спешить. Черт его знает, может, у него шпионы есть. Гони, Митька, шибче. Вчера, брат, обратился он к Гадюкину. Я послал отцу Анисиму два мешка овса и фунт чаю. Думал его лаской умиловестить. А он взял подарки и говорит Федору. Кланяйся барину и поблагодари его за дар совершенный. Но, говорит, скажи ему, что я не подкупен. Не токмо овсом, но и золотом он не поколеблет моих мыслей. Каков, а? Погоди же. Поедешь и черта пухлого встретишь. Гони, Митька, гони. Бричка въехала в деревню, где жил отец Анисим. Проезжая мимо его двора, приятели заглянули в ворота. Отец Анисим суетился около телеги и торопился запрячь лошадь. Одной рукой он застегивал себе пояс, другой рукой и зубами надевал на лошадь шлею. Опоздал, захохотал Шелохвостов. Донесли шпионы? Да поздно. Ха-ха-ха-ха. Накося, выкуси. Что съел? Вот тебе и не подкупен. Ха-ха-ха. Бричка выехала из деревни, и Шелохвостов почувствовал себя вне опасности. Он заликовал. Ну, у меня, брат, таких мостов не будет. Начал бравировать будущий председатель, подмигивая глазом. Я их подтяну, этих подрядчиков. У меня, брат, не такие школы будут. Чуть замечу, что который из учителей-то пьяница или социалист. Айда, брат. Чтоб и духу твоего не было. У меня, брат, земские доктора не посмеют в красных рубахах ходить. Я, брат, ты, брат, гони, Митька, чтоб другой какой поп не встретился. Ну, кажись, благополучно дое... Ай! Шелохвостов вдруг побледнел и вскочил, как ужаленный. Заяц! 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 Заяц дорогу перебежал. Ай! Черт подери! Что бы его разорвало? Шелохвостов махнул рукой и опустил голову. Он помолчал немного, подумал и, проведя рукой по бледному, вспотевшему лбу, прошептал. Не судьба знать мне 2400 получать. Поворачивай назад, Митька. Не судьба. Лошадиная фамилия. У отставного генерал-майора Булдеева разболелись зубы. Он полоскает рот водкой, коньяком, прикладывал к больному зубу табачную копоть, опий, скипидар, керосин, мазал щеку йодом, в ушах у него была вата, смоченная в спирту. Но все это или не помогало, или вызывало тошноту. Приезжал доктор. Он поковырял в зубе, прописал хину, но и это не помогло. На предложение вырвать больной зуб генерал ответил отказом. Все домашние, жена, дети, прислуга, даже поваренок Петька предлагали каждое свое средство. Между прочим, и приказчик Булдеева Иван Евсеевич пришел к нему и посоветовал полечиться заговором. Тут, в нашем уезде, ваше превосходительство, сказал он, лет десять назад служил акцизный Яков Васильевич. Заговаривал зубы. Первый сорт. Бывало, отвернется к окошку, пошепчет, поплюет. И как рукой. Сила ему такая дадена. Где же он теперь? А после того, как его из акцизных уволили, в Саратове у тещи живет. Теперь только зубами и кормится. Ежели у которого человека заболит зуб, то и идут к нему. Помогают. Тамощник. Саратовских на дому у себя пользует. А ежели которые из других городов, то по телеграфу. Пошлите ему, ваше превосходительство, депешу. Что так, мол, вот и так. А у раба Божия Алексея зубы болят. Прошу, выпользовать. А деньги за лечение почтой пошлете. Ерунда. Шарлатанство. А вы попытаете. Ваше превосходительство. Да вот-таки очень охотник. Живет не с женой, а с немкой. Ругатель, но можно сказать. Чудодейственный господин. Пошли, Алеша, взмолилась генеральша. Ты вот не веришь в заговоры, а я на себе испытала. Хотя ты и не веришь. Ну, а чего не послать? Руки ведь не отвалятся от этого. Ну, ладно, согласился Булдеев. Тут не только что к акцизному, но и к черту депешу пошлешь. Ох, мочи нет. Ну, где твой акцизный живет? Как к нему писать? Генерал сел за стол и взял перо в руки. Его в Саратове каждая собака знает, сказал приказчик. Извольте писать. Ваше превосходительство. В город Саратов, стало быть, его благородию, господину Якову Васильевичу. Ну, Васильевичу. Якову Васильевичу. А по фамилии? А, фамилию вот-то и забыл. Васильевичу, черт. Как же его фамилия? Вот Давича, как сюда шел, помнил. Позвольте. Иван Евсеевич поднял глаза к потолку и зашевелил губами. Булдеев и генеральша ожидали нетерпеливо. Ну что же, скорее думай. Сейчас Васильевичу Якову Васильевичу забыл. Такая еще простая фамилия, словно как бы... Лошадиная. Кобылин? Нет. Не Кобылин. Постойте. Жеребцов ж нечто? Нет. Не Жеребцов. Помню фамилия Лошадиная. А какая? Из головы вышибла. Жеребятников? Никак нет. Постойте. Кобылицын? Кобылятников? Это вышибся... Кобелев? Это уж собачья, а не Лошадиная. Жеребчиков? Нет. И не Жеребчиков, Лошадкин, Лошаков, Жеребкин. Все не то, не то. Ну, как же я буду писать ему? Ты подумай. Сейчас. Лошадкин, Кобылкин, Коренной, Коренников? Спросила генеральша. Никак нет. Пристяжкин? Нет. Не то. Забыл, забыл. Так зачем же, черт тебя возьми, с советами лезешь, ежели забыл? Рассердился генерал. Ступай отсюда вон. Иван Евсеевич медленно вышел. А генерал схватил себя за щеку и заходил по комнате. Ой, батюшки, батюшки, вопил он. Ой, матушки, матушки. Ох, света белого не вижу. Приказчик вышел в сад и, подняв к небу глаза, стал припоминать фамилию Акцизнова. Жеребчиков. Жеребковский. Жеребенко. Нет, не то. Лошади. Нет. Лошадки нет. Жеребков нет. Кобылянский. Немного погодя, его позвали к господам. Вспомнил? Спросил генерал. Никак нет. Ваше превосходительство. Может быть, Конявский. Лошадников. Нет. И в доме все на перерыв стали изобретать фамилии. Перебрали все возрасты, породы лошадей. Вспомнили гриву, копыта. В доме, в саду, в людской и кухне люди ходили из угла в угол и, почесывая лбы, искали фамилию. Приказчика, то и дело требовали в дом. Табунов? Спрашивали у него. Копытин? Жеребовский? Никак нет. Отвечал Иван Евсеевич и, подняв вверх глаза, продолжал думать вслух. Коненко, Конченко, Жеребеев, Кобылеев, папа, кричали из детской, Тройкин, Уздечкин. Сбудоражилась вся усадьба. Нетерпеливый, замученный генерал пообещал дать пять рублей тому, кто вспомнит настоящую фамилию. И за Иваном Евсеевичем стали ходить целыми толпами. Гнедов, говорили ему, Рысистый, Лошадицкий. Но наступил вечер, а фамилия все еще не была найдена. Так и спать легли, не послав телеграммы. Генерал не спал всю ночь. Ходил из угла в угол, и стонал. В третьем часу утра он вышел из дому и постучался в окно к приказчику. «Немеринов ли?» спросил он плачущим голосом. «Нет, немеринов, ваше превосходительство», ответил Иван Евсеевич и виноватый вздохнул. «Да может быть, фамилия не Лошадиная, а какая-нибудь другая?» «Истинное слово, ваше превосходительство, Лошадиная!» «Это очень даже отчетливо помню!» «Эки ты какой, братец, беспамятный!» «Для меня теперь эта фамилия дороже, кажется, всего на свете!» Замучился. Утром генерал опять послал за доктором. «Пускай рвет!» решил он. «Не до большей сил терпеть!» Приехал доктор, вырвал больной зуб. Боль утихла тотчас же, и генерал успокоился. Сделав свое дело и получив, что следует за труд, доктор сел в свою бричку и поехал домой. За воротами в поле он встретил Ивана Евсеевича. Приказчик стоял на кровью дороги и, глядя сосредоточенно себе под ноги, о чем-то думал, судя по морщинам, бороздившим его лоб и по выражению глаз, дома его были направлены, напряженные, мучительные. «Буланов!» бормотал он. «Засупонин!» «Лошадковский!» Иван Евсеевич! Обратился к нему доктор. «Не могу ли я, голубчик, купить у вас четвертей пять овса? Мне продают наши мужички овес, да уж больно он плох. Иван Евсеевич тупо поглядел на доктора, как-то дико улыбнулся и, не сказав в ответ ни одного слова, сплеснув руками, побежал к усадьбе с такой быстротою, точно за ним гналась бешеная собака. «Надумал!» «Ваше превосходительство!» закричал он радостно, не своим голосом, влетая в кабинет к генералу. «Надумал!» «Дай Бог здоровья доктору!» «Овсов!» «Овсов в фамилии Акцизнова!» «Овсов!» «Ваше превосходительство!» «Посылайте депешу Овсову!» «На-кася!» сказал генерал с презрением и поднес к лицу его два кукиша. «Не нужно мне теперь твоей лошадиной фамилии!» «На-кася!» «Выкуси!» Налим. Летнее утро. В воздухе тишина только поскрипывает на берегу кузнечик. На небе неподвижно стоят облака, похожие на рассыпанный снег. Около строящейся купальни под зелеными ветвями ивника барахтается в воде плотник Герасим. Высокий, тощий мужик с рыжей курчавой головой и с лицом, поросшим волосами. Он пыхтит, отдувается и, сильно мигая глазами, старается достать что-то из-под корней ивника. Лицо его покрыто потом. На сажень от Герасима по горло в воде стоит плотник любим. Молодой горбатый мужик с треугольным лицом и с узкими китайскими глазками. Как Герасим, так и любим. Оба в рубахах и портах. Оба посинили от холода, потому что уж более часа сидят в воде. Да что ты все рукой тычешь, кричит горбатый любим, дрожа, как в лихорадке. Голова ты садовая. Ты держи его, держи, а то уйдет анафема. Держи, говорю, не уйдет. Куда ему уйти? Он под корягу забился, говорит Герасим охрипшим глухим басом, идущим не из гортани, а из глубины живота. Скользкий шут, и ухватить-то не за что, а? Ты за зебры хватай, за зебры. Видать, жабров-то. Постой, ухватил за что-то, за губу ухватил, кусается шут. Не тащи за губу, не тащи, выпустишь. За зебры хватай его, за зебры хватай. Опять рукой тыкать начал. Да и беспонятный же мужик, прости, царица небесная, хватай, хватай, дразнил Герасим. Командер какой нашелся, шел бы ты, да хватал бы сам, горбатый черт. Чего стоишь? Ухватил бы я, коли б можно было. Не, что при моей низкой комплекции можно под берегом стоять. Там глубоко, ничего не глубоко, ты вплавь. Горбачий размахивает руками, подплывает к Герасиму и хватается за ветки. При первой же попытке встать на ноги, он погружается с головой и пускает пузыри. Говорил же, что глубоко, говорит он, середитов вращая белками. На шею тебе сяду, ну что ли, а ты на корягу то стань, коряг много, словно лестница. Горбач нащупывает пяткой корягу и, крепко ухватившись сразу за несколько веток, становится на нее. Совладавшись равновесием и укрепившись на новой позиции, он изгибается и, стараясь не набрать в рот воды, начинает правой рукою шарить между корягами, путаясь в водорослях, скользя по мху, покрывающему коряги. Рука его наскакивает на колючие клещни рака. Тебя еще тут черта не видали, говорит любим и со злобой выбрасывает на берег рака. Наконец, рука его нащупывает руку Герасима и, спускаясь по ней, доходит до чего-то склизкого, холодного. Вон он, улыбается любим. Здоровый шут, оттопырика пальцы, я его чечас за зебры, постой, не толкай локтем, я его сейчас, сейчас, дай только взяться. Далечий шут, под корягу забился, не за что хватиться, не доберешься до головы, пузо одно только и слыхать. Убей мне на шее комара, жжет, я сейчас под зебры его, заходи сбоку, пхай его, пхай, шпыняй его пальцем, пальцем. Горбач, надув щеки, притаив дыхание, вытаращивает глаза и, по-видимому, уже залезает пальцами под зебры. но тут ветки, за которые цепляется его левая рука, обрываются и он, потеряв равновесие, бултых в воду. Словно испуганные, бегут от берега волнистые круги и на месте падения вскакивают пузыри. Горбач выплывает и, фыркая, хватается за ветки. «Утонешь еще черт, отвечать за тебя придется», хрипит Герасим. «Вылазь, ну тебя к лешему, я сам вытащу». Начинается ругань, а солнце печет и печет. Тени становятся короче и уходят в самих себя, как рога улитки. Высокая трава, пригретая солнцем, начинает испускать из себя густой, притерно медовый запах. Уж скоро полдень, а Герасим и Любим все еще барахтуются под пивником. Хриплый бас и озябший, визгливый тенор неогомонно нарушают тишину летнего дня. «Тащи его за зеброй, тащи!» «Постой, я его выпихну». «Да куда суешься-то с кулачищем-то, а? Ты пальцем, пальцем, а не кулаком, рыло, заходи сбоку, слева заходи, слева, а то вправо, вправе колдобина. Угодишь к лешему на ужин, тяни загубу, загуби, тяни!» Слышится хлопание бича. По отлогому берегу к водопою лениво плетет со стада, гонимая пастухом и эфимом. Пастух дряхлый старик с одним глазом и покривившимся ртом. Идет, понуря голову и глядит себе под ноги. Первыми подходят к воде овцы. За ними лошади, за лошадьми коровы. Потолкая его из-под низу, слышится он голос любима, просунь палец, да ты глухой черт, что ли, тьфу! Кого это вы, братцы? Кричит Ефим. Налима! Никак не вытащим, под корягу забился, заходи сбоку, заходи, заходи. Ефим минуту щурит свой глаз на рыболов, затем снимает лапти, сбрасывает с плеч мешочек и снимает рубаху. Сбросить порты не хватает у него терпения, и он, перекрестясь, балансируя худыми темными руками, лезет в портах в воду. Шагов пятьдесят он проходит по илестному дну, но затем пускается в плавь. Постой, ребятишки, кричит он, постой, не вытаскивайте его зря, упустите, надо умеючи. Ефим присоединяется к плотникам, и все трое, толкая друг друга локтями и коленями, пыхтя и ругаясь, толкутся на одном месте. Горбатый любим захлебывается, и воздух оглашается резким судорожным кашлем. Где пастух? Слышится с берега крик. Ефим пастух, где ты? Стадо в сад полезло. Гони, гони из сада, гони, да где же он, старый разбойник? Слышатся мужские голоса, затем женские. Из-за решетки барского сада показывается барин Андрей Андреевич в халате из персидской шали и с газетой в руке. Он смотрит вопросительно по направлению криков, несущихся с реки, и потом быстро семенит купальня. Что здесь? Кто орет? Спрашивает он строго, увидав сквозь ветви и вника три мокрые головы рыболов. что вы здесь копошите сделаете? Рыбалку ловим, лепечет Ефим, не поднимая головы. А вот я тебе задам рыбку, стадо в сад полезло, а он рыбку. Когда же купальня будет готова, черти? Два дня как работаете? А где ваша работа? Будет готова, кряхтит Герасим. Лето велико, успеешь еще? Ваше благородие, помыться. Никак вон тут с налимом не управимся. Забрался под корягу и словно в норе не туды и не сюды. Налим? Спрашивает барин и глаза его подергиваются лаком. Так тащите его скорей, скорей. Уже дашь полтинничек. Удружим ежели. Здоровенный налим, что твоя купчиха. Стоит ваш голородие полтинник за труды. Не мне его любим, не мне, а то замучишь. Подпирай снизу, тащи как корягу кверху. Добрый человек, как тебя? Кверху, а не книзу, дьявол. Не болтайте ногами. Проходит пять минут. Десять. Барину становится не втерпеж. Василий кричит он, повернувшись к усадьбе. Васька, позовите ко мне Василия. Он что-то журет и тяжело дышит. Полезай в воду, приказывает ему барин. Помоги им вытащить Налима. Налима не вытащит? Василий быстро раздевается и лезет в воду. Я сейчас, бормочет он. Где Налим? Я сейчас. Мы это мигом. А ты бы ушел, Ефим. Нечего тебе тут старому человеку не в свое дело мешаться. Который тут Налим. Я его сейчас. Вот он. Пустите руки. До чего пустите руки? Сами знаем. Пустите руки. А ты вытащи. Не, что его так вытащишь, надо за голову. А голова под корягой. Знамо дело, дурак. Ну, не лай, а то влетит сволочь. При господине барине и такие слова лепечет Ефим. Не вытащите вы, братцы, уж больно ловко он засел туда. Погодите, я сейчас, говорит барин и начинает торопливо раздеваться. Четыре вас, дурака, и Налима вытащить не можете. Раздевшись, Андрей Андреевич дает себе остынуть и лезет в воду. Но его вмешательство не ведет ни к чему. Подрубить корягу надо, решает наконец любим. Герасим, сходи за топором, топор подайте. Пальцев то себе не отрубите, говорит барин, когда слышатся подводные удары топора о корягу. Ефим пошел вон отсюда. Постойте, я Налима вытащу, вы не того. Коряга подрублена, ее слегка надламывают, и Андрей Андреевич к великому своему удовольствию чувствует, как его пальцы лезут Налима поджабры. Тащу, братцы, не толпитесь, стойте, тащу. На поверхности показывается большая Налиме голова, и за нею черное оршинное тело. Налим тяжело ворочает хвостом и старается вырваться. Шалиш, дудки, брат, попался, ага. По всем лицам разливается улыбка. Минута проходит в молчаливом созерцании. Знатный Налим, лепчатый Фин, почесывая под ключицами, чай фунтов десять будет. Да, соглашается барин, печенка так и отдувается, так и прет ее изнутра. А, ах, Налим вдруг нежно делает резкое движение хвостом вверх, и рыболовы слышат сильный плеск. все растопыривают руки, но уже поздно. Налим, поминай, как его звали. Из воспоминаний идеалиста. 10 мая взял я отпуск на 28 дней. Выпросил у нашего казначея сто рублей вперед и порешил во что бы то ни стало пожить. Пожить во всю Ивановску так, чтобы потом в течение 10 лет жить одними только воспоминаниями. А вы знаете, что значит пожить в лучшем смысле этого слова? Это не значит отправиться в летний театр на оперетку, съесть ужин и к утру вернуться домой на веселе. Это не значит отправиться на выставку, а оттуда на скачки и повертеть там кошельком около тотализатора. Если вы хотите пожить, то садитесь в вагон и отправляйтесь туда, где воздух пропитан запахом сирени и черемухи, где, лаская ваш взор своей нежной белизной и блеском алмазных росинок, на перегонки цветут ландыши ночные красавицы. Там, на просторе, под голубым сводом, в виде зеленого леса и воркующих ручьев, в обществе птиц и зеленых жуков, вы поймете, что такое жизнь. Прибавьте к этому две-три встречи широкополой шляпкой, быстрыми глазками и белым фарточком. Признаюсь, обо всем этом я мечтал, когда с отпуском в кармане, обласканный щедротами казначея, перебирался на дачу. Дачу я нанял по совету одного приятеля у Софьи Павловны Книгиной, отдавшей у себя на даче лишнюю комнату со столом, мебелью и прочими удобствами. Наем дачи совершился скорее, чем мог я думать. Приехав в перерву и отыскав дачу Книгиной, я взошел, помню, на террасу и сконфузился. Терраска была уютна, мила и восхитительна, но еще милее и, позвольте так выразиться, уютнее была молодая полная дамочка, сидевшая за столом на террасе и пившая чай. Она прищурила на меня глазки, что вам угодно, извините, пожалуйста, начал я, 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 вероятно, не туда попал, мне нужна дача Книгиной. Я Книгина и есть, что вам угодно, я потерялся. Под квартирными и дачными хозяйками привык я разуметь особ пожилых, ревматических, пахнувших кофейной гущей, но тут спасите нас, о небо херовимы, как сказал Гамлет, сидела чудесная, великолепная, изумительная, очаровательная особа. Я, заикаясь, объяснил, что мне нужно. Ах, очень приятно. Садитесь, пожалуйста. Мне ваш друг писал уже. Не хотите ли чаю? Вам со сливками или с лимоном? Есть порода женщин, чаще всего блондинок, с которыми достаточно посидеть две-три минуты, чтобы вы почувствовали себя как дома, словно вы давным-давно знакомы. Такой именно была и Софья Павловна. Выпивая первый стакан, я уже знал, что она не замужем, живет на проценты с капитала и ждет к себе в гости тетю. Я знал причины, какие побудили Софью Павловну отдать одну комнату в наймы. Во-первых, платить 120 рублей за дачу для одной тяжело, и во-вторых, как-то жутко, вдруг вор заберется ночью или днем войдет страшный мужик. И ничего нет предосудительного, если в угловой комнате будет жить какая-нибудь одинокая дама или мужчина. Но мужчина лучше, вздохнула хозяйка, слизывая варенье с ложечки. С мужчиной она меньше хлопот и не так страшно. Одним словом, через какой-нибудь час я и Софья Павловна были уже друзьями. Ах, да, вспомнил я, прощаюсь с ней. Обо всем поговорили, а о главном ни слова. Сколько же вы с меня возьмете? Жить я вас буду только 28 дней. Обед, конечно, чай и прочее. Ну, нашли о чем говорить. Сколько можете, столько и дайте. Я ведь не из расчета отдаю комнату, а так, чтобы людней было. 20 рублей можете дать? Я, конечно, согласился. И дачная жизнь моя началась. Эта жизнь интересна тем, что день похож на день, ночь на ночь. И сколько прелести в этом однообразии, какие дни, какие ночи, читатели. Я в восторге. Позвольте мне вас обнять. Утром я просыпался и, немало не думая о службе, пил чай со сливками. В 11 шел к хозяйке поздравить ее с добрым утром и пил у нее кофе с жирными топлеными сливками. От кофе до обеда болтали. В 2 часа обед. Но что за обед? Представьте себе, что вы голодные, как собака. Садитесь за стол, хватаете большую рюмку листовки и закусываете ее горячей солониной с хреном. Затем представьте себе окрошку или зеленые щи со сметаной и так далее, и так далее, и тому подобное. После обеда безмятежное лежание, чтение романа, ежеминутное вскакивание. Так как хозяйке то и дело мелькает около двери и лежите, лежите. Потом купание. Вечером до глубокой ночи прогулкой Софьей и Павловной. Представьте себе, что в вечерний час, когда все спит, кроме соловья да изредка скрикивающей цапли, когда слабо дышащий ветерок еле-еле доносит до вас шум далекого поезда, вы гуляете в роще или по насыпи железной дороги с полной блондиночкой, которая кокетливо пожимается от вечерней прохлады и то и дело поворачивает к вам бледное от луны личико. Ужасно хорошо. Не прошло и недели, как случилось то, чего вы давно уже ждете от меня, читатель, и без чего не обходится ни один порядочный рассказ. Я не устоял. Мои объяснения Софья Павловна выслушала равнодушно, почти холодно, словно давно уже ждала их. Только сделала милую гримаску губами, как бы желая сказать. И о чем тут долго говорить, я не понимаю. Двадцать восемь дней промелькнули, как одна секунда. Когда кончился срок моего отпуска, я тоскующий, неудовлетворенный, прощался с дачей и Соней. Хозяйка, когда я укладывал чемодан, сидела на диване и утирала глазки. Я сам едва не плача, утешал ее, обещая наведываться к ней на дачу да по праздникам и бывать у нее зимой в Москве. Ах, когда же мы, душа моя, с тобой посчитаемся, вспомнил я, сколько меня следует. Когда нибудь после, проговорил мой предмет, схлипывая. Зачем после? Дружба дружбой, а денежки врозь, говорит пословица. И к тому же, я нисколько не желаю жить на твой счет. Не ломайся же, Соня, сколько тебе? Там. Пустяки какие, проговорила хозяйка, схлипывая и выдвигая из стола ящичек. Мог бы и после заплатить. Соня порылась в ящички, достала оттуда бумажку и подала ее мне. Это счет? Спросил я. Ну, вот и отлично. И отлично. Я надел очки, расквитаемся и ладно. Я пробежал счет. Итого? Постой. Что же это? Итого? Да это не то, Соня. Здесь итого 212 рублей 44 копейки. Это не мой счет. Твой, дудочка, ты погляди. Но откуда же столько? За дачу и стол 25 рублей. Согласен. За прислугу 3 рубля. Ну, пусть. И на этом согласен. Я не понимаю. Дудочка, сказала протяжно хозяйка, взглянув на меня удивленно, заплаканными глазками. Неужели ты мне не веришь? Сочти в таком случае. Листовку ты пил? Не могла же я подавать тебе к обеду водки за ту же цену. Сливки к чаю и кофе давал, потом клубника, огурцы, вишни. Насчет кофе тоже, ведь ты не договаривался пить его, а пил каждый день. Впрочем, все это такие пустяки, что я изволь, могу сбросить тебе 12 рублей. Пусть остается только 200. Но тут поставлено 75 рублей и не обозначено за что. За что это? Как за что? Вот это мило. Я посмотрел ей в личика. Она глядела так искренне, ясно и удивленно, что язык мой не мог выговорить ни одного слова. Я дал сону 100 рублей и вексель настолько же. Взвалил на плечи чемодан и пошел на вокзал. Нет ли господа у кого-нибудь взаимы 100 рублей? Рыбие дело густой трактат по жидкому вопросу. Сегодняшнюю весьма передовую статью нашу мы посвящаем несчастным дачникам, имеющим привычку садиться на одном конце палки, у которой на другом привязана нитка и червяк. Мы даем даром, разумеется, целый трактат советов рыболовам. Чтобы придать нашему труду побольше серьезности и учености, мы глубокомысленно делим его на параграфы и пункты. Первое. Рыбу ловят в океанах, морях, озерах, реках, прудах, а под Москвою также в лужицах и канавах. Примечание. Самая крупная рыба ловится в живорыбных лавках. Второе. Ловить нужно вдали от населенных мест, иначе рискуешь поймать за ногу купающуюся дачницу или же услышать фразу «Какую вы имеете полную право ловить здесь рыбу?» Или может по шее захотелось? Третье. Прежде чем закидывать удочку, нужно надеть на крючок приманку, какую угодно, судя по роду рыбы, можешь ловить и без приманки, так как все равно ничего не поймаешь. Примечание. Хорошенькие дачницы, сидящие на берегу с удочкой для того только, чтобы привлечь внимание женихов, могут уйдить и без приманки. Нехорошенькие же дачницы должны пускать в ход приманку сто, двести, тысяч или что-нибудь вроде. Четвертое. Сидя с удочкой, не махай руками, не дрыгай ногами и не кричи караул, так как рыба не любит шума. Ужение не требует особого искусства. Если поплавок неподвижен, то это значит, что рыба еще не клюет. Если он шевелится, то торжествуй, твою приманку начинают пробовать. Если же он пошел ко дну, то не трудись тащить, так как все равно ничего не вытащишь. Эту сторону нашего трактата мы находим достаточно вычерпанной. На дне ничего не осталось. В следующий раз мы подробно уясним животрепещущий вопрос о том, какие породы рыб можно изловить животрепещущими в мутной московской воде. В прошлом номере будильника на даче мы с непостижимым глубокомыслием и невероятной ученостью третировали вопрос о способах ловить рыбу. Переходим теперь к той части нашего трактата, где говорится о рыбьих породах. В окрестностях Москвы ловятся следующие породы рыб. А. Щука. Рыба некрасивая, невкусная, но рассудительная, положительная, убежденная в своих щучьих правах, глотает все, что только попадается ей на пути. Рыб, раков, лягушек, уток, ребят. Каждая щука в отдельности съедает гораздо больше рыбы, чем все посетители Егоровского трактира. Сыта никогда не бывает и постоянно жалуется на упадок дел. Когда ей указывают на ее жадность и на несчастное положение мелкой рыбешки, она говорит поговори мне еще так живо в моем желудке очутисься. Когда же подобное указание делают ей старшей чином, она заявляет и батюшка, да теперь рыбешка не ест. Кто же не ест ее? Так уж спокойно века положено, чтобы мы щуки всегда сыты были. Когда ее пугают пропечатанием в газете, она говорит «А, мне плевать!» Б. Галавль. Рыбый, рыбий интеллигент. Галантен. Ловок. Галантен. Ловок. Красив. Имеет большой лоб. Состоит членом многих благотворительных обществ. Читает с чувством некрасового. Бронит щук. Но, тем не менее, поедает рыбешек с таким же аппетитом, как и щука. Впрочем, истребление пескарей и уклеек считает горькую необходимостью, потребностью времени. Когда в интимных беседах его упрекают расхождением слова с делом, он вздыхает и говорит «Ничего не поделаешь, батенька, не созрели еще пескари для безопасной жизни. И к тому же, согласитесь, если мы не станем их есть, то что же мы им дадим взамен». С. Налим. Тяжел, неповоротлив и флегматичен, как театральный кассир. Славится своей громадной печенкой и из чего яствует, что он пьет горькую. Живет под корягами, питается всякой всячиной. По натуре хищен, но умеет довольствоваться падалью, червяками, травой. Где уж нам со щуками да головнями равняться. Что есть, то и едим. И на том спасибо. Пойманый на крючок вытаскивается из воды, как бревно, не изъявляя никакого протеста. Ему на все наплевать. Д. Окунь. Красивая рыбка с достаточно острыми зубами. Хищен. Самцы состоят антрепренерами, а самки дают концерты. Е. Ёрш. Бойкий и шустрый индивиду, воображающий, что он защищен от щук и головней. Льготами, так сказать, данными ему природой, но, тем не менее, преисправно попадающий в уху. Карась Ф. Сидит в тине, дремлет и ждет, когда его съест щука. Цизмальство приучается к мысли, что он хорош только в жареном виде. Поговорку на то и щука в море, чтоб карась не дремал, понимают в смысле благоприятном для щуки. Денно и ночно должны мы быть готовы, чтоб угодить госпоже щуке без их их благодеяниев. Г. Ж. Пискарь, преисправный посетитель судных касс плохих летних увеселений и передних, служит на Московской Курской дороге, подносит благодарственные адресы щукам и день и ночь работает, чтобы ходили в енотах головни. Плотва маленькая получахоточная рыбка, прозябающая в статистах или доставляющая плохие переводы в толстые журналы. В изобилии поедается щукой и окунем. Самки живут на содержании уналимов и линий. Линь ленивая слюнявая вялая рыба в чернозеленом вицмундире до пенсиона дослуживающая нюхает табак в одну ноздрю, объегоревает карасей и лечится от завалов. Уклейка ловится на муху нищенка. Лещ держит трактиры на большой дороге и занимается подрядами. Делает вид, что питается постной пищей. Съевши рыбку, быстро вытирает губы, чтобы господа не приметили. Интеллигентное бревно архив Елисеевич Помоев отставной корнет надел очки, нахмурился и прочел. Мировой судья округа, участка приглашает вас и так далее и тому подобное в качестве обвиняемого по делу об оскорблении действием крестьянина Григория Власова. Мировой судья Шестокрылов. Это от кого же? Поднял глаза Помоев на рассыльного. От господина мирового судис Петра Сергеевича Шестокрылова. От Петра Сергеевича? Зачем же это он меня приглашает? Должно на суд. Там написано-с. Помоев прочел еще раз повестку, поглядел с удивлением на рассыльного и пожал плечами. Пес. В качестве обвиняемого? Забавник этот Петр Сергеевич. Ну ладно. Скажи. Хорошо. Пусть только фриштик получше приготовят. Скажи. Буду. Наталье Егоровне и деточкам кланяйся. Помоев расписался и отправился в комнату, где жил брат его жены поручик Ниткин, приехавший к нему в отпуск. Пес. Пес. Посмотри-ка лошадь. Пес. 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 Вот и суд. Чудак ты ей Богу. Да как же он может меня судить, ежели мы с ним можно сказать. Друзья, какой он мне судья, ежели мы вместе и в карты играли, и пили, и черт знает, чего только не делали. И какой он судья. Ха-ха-ха. Петька судья? Ха-ха-ха. Не. Ха-ха-ха. Смейся, смейся. А вот он как засадит тебя не по дружбе, а на основании законов под арест. Так не до смеха будет. Ты очумел, брат? Какое тут основание законов, ежели он у меня Ваню крестил? Поедем к нему в четверг, вот и увидишь какие там законы. А я тебе советовал бы вовсе не ездить, а то и себя и его в неловкое положение поставишь. Пусть решает заочно. Нет. Зачем заочно? Поеду, погляжу, как это он судить будет. Любопытно поглядеть, какой из Петьки судья вышел. Кстати же, давно у него не был. Неловко. В четверг Помоев отправился с Ниткиным к Шестокрылову. Мирового застали они в камере за разбирательством. Здорово! Петюха! Сказал Помоев, подходя к судейскому столу и подавая руку. Судишь помаленьку? Крючкотворствуешь? Суди. Суди. А я погожу. Погляжу. Это рекомендую, брат, моей жены. Жена здорова? Да. Здорова. Посидите там в публике. Пробормотавши это, судья покраснел. Вообще, начинающие судьи всегда конфузятся, когда видят в своей камере знакомых. Когда же им приходится судить знакомых, то они делают впечатление людей, проваливающихся от конфуза сквозь землю. Помоев отошел от стола и сел на передней скамье рядом с Ниткиным. Важности то сколько убестий, зашептал он на ухо Ниткину. Не узнаешь? И не узнаешь. И не улыбнется. В золотой цепи футы нуты нуты словно и не он у меня на кухне сонную агашку чернилами разрисовал. Потеха. Да не, что такие люди могут судить. Я тебя спрашиваю, могут такие люди судить? Тут нужен человек, который с чинами солидный. Чтоб, знаешь, страх внушал. А то посадили какого-то и на суди. Суди. Григорий Власов вызвал мировой, господин Помоев. Помоев улыбнулся и подошел к столу. Из публики вылез малый в поношенном сюртуке с высокой талии. В полосатых брючках, надетых в короткие рыжие голенища и стал рядом с Помоевым. Господин Помоев начал мировой потупе глаза. Вы обвиняетесь в том, что оскорбили действием вашего служащего. Вот Григория Власова. Признаете вы себя виноватым? Еще бы! Да ты давно таким серьезным стал. Не признаете? Перебил его судья, ерзая от конфуза на стуле. Власов, расскажите, как было дело? Очень просто. Я у них, изволите видеть, в лакеях состоял, в рассуждении, как бы камельдинер. Известно, наша должность каторжная. они сами встают в девятом часу, а ты будь на ногах чуть свет. Бог их знает, наденут ли они сапоги, или щеблеты, или, может, целый день в туфлях проходят, но ты все честь и сапоги, и щеблеты, и бодинки. Хорошо-с. Зовут это они меня утром одеваться. Я известный. Пошел. Надел на них сорочку, надел брючки, сапожки. Все. Как надо. Начал надевать жилет. Вот они и говорят. Подай, Гришка, гребенку. Она, говорят, в боковом кармане, в сюртучке. Хорошо-с. Роюся это в боковом кармане, а гребенку словно черт сломал. Нету. Рылся, рылся и говорю. Да тут нету гребенки, Архипелисеевич. Они нахмурились, подошли к сюртуку, и достали оттуда гребенку. Но не из бокового кармана, как велели, а из переднего. А это же шо, не гребенка, говорят, дотыкай меня в нос гребенкой. Так всеми зубцами и прошлись по носу. Целый день потом кровь из носа шла. Сами изволите видеть, весь нос распухший. У меня свидетели есть. Все видели. Что вы скажете в свое оправдание? Поднял мировой глаза на Помоева. Помоев поглядел вопросительно на судью, потом на Гришку, опять на судью и повагравил. Как я должен это понимать? Пробормотал он. За насмешку? Тут никакой над вами насмешки нет, заметил Гришка. Я вам по чистой совести. Не давайте воле рукам. Молчи! Застучал Помоев палкой о пол. Дурак! Шваль! Мировой быстро снял цепь, выскочил из-за стола и побежал к себе в канцелярию. Прерываю заседание на пять минут, крикнул он по дороге. Помоев пошел за ним. Послушай, начал мировой с плесковой руками, скандал ты мне устроить хочешь, да? Или тебе приятно слушать, как твои же кухарки да лакеи в своих показаниях будут тебя чистить? Осла этакого! Зачем ты приехал? Без тебя я не мог дело решить, что ли? Я же у него и виноват. растопорил руки, помоев. Сам комедию это устроил и на меня же сердится. Посади этого Гришку под арест и все. Гришку под арест? Тьфу! Каким дураком был ты, таким и остался. Ну, как же это можно Гришку под арест? Посади, вот и все. Не меня же сажать. Прежние времена теперь, что ли? Гришку он побил и Гришку же под арест? Удивительная логика. Да ты имеешь какое-нибудь понятие о теперешнем судопроизводстве? Отродясь я не судился и судьей не был. А так я понимаю, что явись ко мне с жалобой на тебя этот самый Гришка, я так бы его с вестницей и спустил бы, что и внукам запретил бы жаловаться, а не то, чтобы еще позволять ему замечания свои хамские делать. Скажи просто, что насмеяться хочешь, прыть свою показать. Вот и все. Жена как прочла повестку, да как увидела, что ты всем кухаркам и скотницам повестку показал, прислал, удивилась. Не ожидала она от тебя таких штук. Нельзя так, Петя. Так друзья не делают. Но пойми же ты мое положение. И Шестокрылов принялся объяснять по моему свое положение. Ты посиди здесь, кончил он, а я пойду и заочно решу. Ради Бога не выходи. Со своими допотопными понятиями ты такое ляпнишь там, что чего доброго придется протокол составлять. Шестокрылов пошел в камеру и занялся разбирательством. Помоев, сидя в канцелярии за одним из столиков и перечитывая от нечего делать свежеизготовленные исполнительные листы, слышал, как мировой склонял Гришку к миру. Гришка долго топорщился, но наконец согласился, потребовав за обиду десять рублей. Ну, слава Богу, сказал Шестокрылов, входя по прочтению приговора в канцелярию. Спасибо, что дело так кончилось, словно тысяча пудов с плеч свалилось. Заплатишь ты Гришке десять рублей и можешь быть покоен. Я Гришке десять рублей? Обомлел Помоев. Да ты в уме? Ну, да ладно, ладно. Я за тебя заплачу, махнул рукой Шестокрылов, поморщившись. Я и сто рублей готов дать, только чтоб не заводить неудовольствий. И не дай Бог знакомых судить. Лучше, брат, чем Гришек бить. Приезжай всякий раз ко мне и лупи меня. Это в тысячу раз легче. Пойдем к Наталье есть. Через десять минут приятели сидели в апартаментах мирового и завтракали с жаренными карасями. Ну, хорошо, начал Помоев, выпивая третью. Ты, Гришке, десять рублей присудил? А насколько же ты его в арестантскую упек? Я его не упекал. За что же его? Как за что? Вытаращил глаза Помоев. А за то, чтоб жалобу не подавал. Не уж Ниткин принялись объяснять Помоеву, но он не понимал и стоял на своем. Что не говори, а не годится Петька в судне. Не годится он. Вздохнул он, беседуя с Ниткиным на обратном пути. Человек он добрый, образованный, услужили вы такой, но не годится, не умеет по-настоящему судить. Хоть жалко, а придется его на следующие трехлетия забастовать. Придется. Без места. Кандидант прав Перепелкин сидел у себя в номере и писал «Дорогой дядя Иван Николаевич, черт бы тебя взял с твоими рекомендательными письмами и практическими советами. В тысячу раз лучше, благороднее и человечнее сидеть без дела и питаться надеждами на туманное будущее, чем ежели нужно купаться в холодной вонючей грязи, в которую ты толкаешь меня своими письмами, советами. Тошнит меня нестерпимо, точно я рыбой отравился. Тошнота самая гнусная, мозговая, от которой не отделаешься ни водкой, ни сном, ни душеспасительными размышлениями. Знаешь, дядя, хотя ты и старик, но ты большая скотина. Отчего ты не предупредил меня, что мне придется переживать такие мерзости? Стыдно! Описываю тебе по порядку все мои мыторства. Читай и казнись. Прежде всего я отправился с твоим рекомендательным письмом к бабкам. Застал я его в правлении железнодорожного общества Н. Это маленький, совершенно лысый старикашка с желто-серым лицом и бритым кривым ртом. Верхняя губа его глядит направо, нижняя налево. Он сидит за отдельным столом и читает газету. Вокруг него, как вокруг парнастского Аполлона, на высоких коммерческих табуретках за толстыми книгами сидят дамы. Одеты эти дамы шикарно. Тюрнюры, веера, массивные браслеты. Как они умеют мирить внешний шик с нищенским женским жалованием, понять трудно. Или они служат здесь от нечего делать жиру по протекции папашей, дядюшек. Или же тут бухгалтерия есть только дополнение, а подлежащее исказуемое подразумевается. Потом я узнал, что они ни черта не делают. Работа их валится на плечи разных сверхштатных служащих, безгласных мужчин, получающих по 10-15 рублей в месяц. Я подал бабкову твое письмо. Он, не приглашая меня сесть, медленно надел допотопное пенсне, еще медленнее распечатал конверт и стал читать. Ваш нянюшка просит для вас места, сказал он, почесывая лысину. Вакансий у нас нет, и едва ли скоро они будут, но во всяком случае постараюсь для вашего дядюшки, доложу директору нашего общества, может быть и найдем что-нибудь. Я чуть не подпрыгнул от радости и готов уже был рассыпаться в песок благодарности, как вдруг, братец ты мой, слышу такую фразу, но молодой человек, будь это место лично для вашего дядюшки, то я бы с него ничего не взял, а так, как оно для вас, то того, уверен, что вы поблагодарите меня как следует, понимаете? Ты предупреждал меня, что даром мне не дадут места, что я должен буду заплатить, но ты ни слова не сказал мне о том, что за эти пакостные продажи и купля производится так громко, публично, беззастенчиво при дамах. Ах, дядя, дядя. Последние слова бабкова, то до того меня огорошили, что я чуть не умер от тошноты. Мне стало совестно, точно я сам брал взятку, я покраснел, зарепетал какую-то чепуху и под конвоем двадцати женских смеющихся глаз попятился к выходу. Впередний догнала меня какая-то мрачная испитая личность, которая шепнула мне, что и без бабкова можно найти себе место. Дайте мне пять ссылковых и я вас веду к Сахару Медовичу. Они, хотя и не служат, но находят места и берут они за это немного, половину жалования за первый год. Мне бы нужно было плюнуть, надсмеяться, а я поблагодарил, сконфузился и, как ошпаренный, пустился вниз по лестнице. От бабкова я пошел к капову. Это мягкий пухлый толстяк с красной благодушной физиономией и с маленькими глазками. Его глазки масляны до приторности, так что тебе кажется, что они вымазаны касторовым маслом. Узнав, что я твой племянник, он ужасно обрадовался и даже заржал от удовольствия, бросил свое дело и принялся поить меня чаем. Душа, человек, все время глядел мне в лицо и искал сходство с тобою. Тебя вспоминал со слезами. Когда я напомнил ему о цели своего визита, он похлопал меня по плечу и сказал, надоест еще о деле говорить, дело не медведь, в лес не уйдет. Вы где обедаете? Ежели для вас безразлично, где не обедать, так поедем к Палкину, там и потолкуем. При своем письме прилагаю Палкинский счет, 76 рублей, которые ты там увидишь. Съел и выпил твой друг Шмакович, оказавшийся большим гастрономом, заплатил по счету, конечно, я. От Палкина Шмакович потащил меня в театр, билеты купил я. Что еще? После театра твой подлец предложил мне проехать загород. Но я отказался, так как у меня деньги почти все на исходе. Прощаясь со мной, Шмакович велел тебе кланяться и передать, что место он может мне выхлопотать не раньше, как через пять месяцев. Нарочно не дам вам места, пошутил он, милостливо хлопая по моему животу. И зачем вам университетскому так хочется служить в нашем обществе? Поступали бы, ей богу, на казенную службу. Я и без вас знаю про казенное место, но дайте мне его. С третьим твоим письмом я отправился к твоему куму Халатову в правление Живодерова хамской железной дороги. Тут произошло нечто мерзопакостное. Перещеголявшее и Бобкова, и Шмакова, и обоих разом. Повторяю, ну тебя к черту! Точно мне до безобразия и виноват в этом ты. Твоего Халатова я не застал. Принял меня какой-то одеколонов тощая, сухожильная фигура с рябою, иезуитской физиономией. Узнав, что я ищу место, он усадил меня и прочел мне целую лекцию о трудностях, с какими получаются теперь места. После лекции он пообещал мне доложить, похлопотать, замолвить и прочее, и прочее. Помня твою заповедь, совать деньги где только возможно, и видя, что рябая физия не прочь от взятки, я, прощаясь, сунул в кулак. Берущая рука пожала мне палец. Физия осклабилась, и опять посыпались обещания, обещания. Но одеколонов оглянулся и увидел сзади себя посторонних, которые не могли не заметить рукопожатие. Изуит смутился и забормотал. Место я вам обещаю, но благодарности не беру. Ни-ни, возьмите обратно, ни-ни, вы обижаете. И он разжал кулак и отдал мне назад деньги. Но не четвертную, которую я ему сунул, а трехрублевку. Каков фокус? У этих чертей в рукавах должно быть целая система пружин и ниток, иначе я не понимаю превращение моей бедной четвертной в жалкую трехрублевку. Относительно чистеньким и порядочным показался мне объект четвертого рекомендательного письма. Грызодубов. Это еще молодой человек, красивый, с благородной осанкою, щегольски одетый, принял меня он, хотя и лениво, с видимой неохотою, но любезно. Из разговоров с ним я узнал, что он кончил в университете и тоже в свое время бился из-за куска хлеба. Как рыба, лед. Отнесся он к моей просьбе очень сочувственно, тем более, что образованные служащие его любимая мечта. Был я у него уже три раза, и за все три раза он не сказал мне ничего определенного. Он как-то мямлит, мнется, избегает прямых ответов, точно стесняется или не решается. Я дал тебе слово не сентиментальничать. Ты меня уверял, что у всех шувлеров обыкновенно благородные осанки и самый рыцарский обломб. Может быть, это и правда, но сумей-ка ты отделить шувлеров от порядочных. Так влопаешься, что небо жарко станет. Сегодня у Грозодубова я был четвертый раз. Он по-прежнему мямлил и не говорил ничего определенного. Меня взорвало. Черт меня дернул вспомнить, что я дал тебе честное слово наделять всех без исключения деньгами. И меня словно кто под локоть толкнул. Как решаются окунуться в холодную воду или взлезть на высоту, так и я решился рискнуть и сунуть. Эх, что будет, то будет, решил я, раз в жизни можно испробовать. Я решил рискнуть не столько ради места, сколько ради новизны ощущения. Хоть раз в жизни, мол, увидеть, как действует на порядочных людей благодарность, но ощущение мое пошло к черту. Исполнил я неумело, а ляповато, вытащил из кармана депозитку и краснея, дрожа всем телом, улучшив минутку, когда Грызодубов на меня не глядел и положил ее на стол. К счастью, Грызодубов положил в это время на стол какие-то книги и прикрыл ими депозитку. И так не удалось. Грызодубов депозитки не видел, она затерялась между бумагами или ее украдут сторожа. Если же он ее видит, то, наверное, оскорбится. Так-то деньги пропали. И совестно, да более совестно, а все ты со своими проклятыми практическими советами, ты развратил меня. Прерываю письмо, ибо кто-то звонит. Иду отворить дверь. Сейчас получил от Грызодубов письмо. Пишет, что есть в конторе товарных сборов вакансия на 60 рублей в месяц. Депозитку мою он, стало быть, стало быть, видел. Радость. Было 12 часов ночи. Митя Кулдаров возбужденный, взъерошенный, влетел в квартиру своих родителей и быстро заходил по всем комнатам. Родители уже ложились спать. Сестра лежала в постели и дочитывала последнюю страничку романа. Братья-гимназисты спали. Откуда ты? Удивились родители. Что с тобой? Ох, не спрашивайте. Я никак не ожидал. Нет, я никак не ожидал. Это, это даже невероятно. Митя захохотал и сел в кресло, будучи не в силах держаться в ногах от счастья. Это невероятно. Вы не можете себе представить. Вы поглядите. Сестра спрыгнула с постели и, накинув на себя одеяло, подошла к брату. Гимназисты проснулись. Что с тобой? На тебе лица нет. Это я от радости, мамаша. Ведь теперь меня знает вся Россия. Вся. Раньше только вы одни знали, что на этом свете существует коллежский регистратор Дмитрий Кулдаров. А теперь вся Россия знает об этом. Мамаша, о господи. Митя вскочил, побегал по всем комнатам и опять сел. Да что такое случилось? Говори толком. Вы живете как дикие звери, газет не читаете, не обращаете никакого внимания на гласность, а в газетах так много замечательного. Ежели что случится, сейчас все известно, ничего не укроется. Как я счастлив, о господи, ведь только про знаменитых людей в газетах печатают, а тут взяли, да про меня напечатали. Что ты, где? Папаша побледнел. Мамаша взглянула на образ и перекрестилась. Гимназисты вскочили и, как были в одних коротких ночных сорочках, подошли к своему старшему брату. Да про меня напечатали. Теперь обо мне вся Россия знает. Вы, мамаша, спрячьте этот номер на память. Будем читать иногда. Поглядите. Митя вытащил из кармана номер газеты, подал отцу и ткнул пальцем в место, обведенное синим карандашом. Читайте. Отец на девочки, читайте же. Мамаша взглянула на обр и перекрестилась. Папаша кашлянул и начал читать. 29 декабря в 11 часов вечера колежский регистратор Дмитрий Кулдаров видите, видите, дальше, дальше, колежский регистратор Дмитрий Кулдаров, выходя из партерной, что на Малой Бронной в доме Казихина и находясь в нетрезвом состоянии, это я Семен Петровичем, все до тонкости описано, продолжайте, дальше, слушайте. И, находясь в нетрезвом состоянии, поскользнулся и упал под лошадь, стоявшего здесь извозчика, крестьянина Ивана Дротова. Испуганная лошадь, перешагнув через Кулдарова и протащив через него сани, с находившимся в них второй гильдии московским купцом Степаном Луковым, помчалась по улице и была задержана дворниками. Кулдаров, вначале находясь в бесчувственном состоянии, был отведен в полицейский участок и освидетельствован врачом. Удар, который он получил по затылку, это я обоглоблю, папаша, дальше, вы дальше читайте, который он получил по затылку, отнесен к легким, а случившимся составлен протокол, который он получил потерпевшему подана медицинская помощь. Велели затылок холодной водой примачивать, читали теперь, а, то-то вот, теперь по всей России пошло, дайте сюда, Митя схватил газету, сложил ее и сунул в карман. Побегу к Макаровым, им покажу, надо еще Иваницким показать, Наталье Ивановне, Анисиму Васильевичу, побегу, прощайте. Митя надел фуражку с кокардой и, торжествующий, радостный, выбежал на улицу. Торжество победителя рассказ отставного калежского регистратора. В пятницу на Маслиной все отправили есть блины к Алексею Ивановичу Козулину. Козулина вы не знаете, для вас быть может, он ничтожество, нуль. Для нашего же брата, не парящего высоко под небесами, он велик, всемогущ, высокомудр. Отправились к нему все, состоящие его, так сказать, подножия. Пошел и я с папашей. Блины были такие великолепные, что выразить вам не могу, милостивый государь, пухленькие, рыхленькие, румяненькие. Возьмешь один, черт его знает, обмакнешь его в горячее масло, съешь, а другой сам в рот то и лезет. Деталями, орнаментами и комментариями были, сметана, свежая икра, семга, тертый сыр, вин и водок целое море. После блинов осетровые уху ели, а после ухи куропаток с подливом. Так укомплектовались, что папаша мой тайком расстегнул пуговки на животе и, чтобы никто не заметил всего либерализму, накрылся салфеткой. Алексей Иванович на правах нашего начальника, которому все дозволено, расстегнул жилетку и сорочку. После обеда, не вставая из-за стола, закурили. Дозволение начальства, сигарой и повели беседу. Мы слушали, а его превосходительство Алексей Иванович говорил, сюжетцы были все больше юмористического характера, масляничного. Начальник рассказывал и, видимо, желал казаться остроумным. Не знаю, сказал ли он что-нибудь смешное, но только помню, что папаша ежеминутно толкал меня в бок и говорил, смейся, смейся. Я раскрывал широко рот и смеялся, раз даже взвизнул от смеха, чем обратил на себя всеобщее внимание. Так, так, зашептал папаша, молодец. он глядит на тебя и смеется. Это хорошо, может, в самом деле даст тебе место помощника письмоводителя. Даст, сказал, между прочим, Козулин. Начальник наш, пыхтяя отдуваясь, теперь мы блины кушаем, наисвежайшую икру употребляем, жену белотелую и ласкаем, а дочки у меня такие красавицы, что не только ваши братья смиренные, а даже князья и графы засматриваются и вздыхают, а квартира хе-хе-хе-хе-хе, то-то вот. Не робщите, не сетуете и вы, покуда до конца не доживете. Все бывает, ну и всякие перемены бывают, Ты теперь, положим, ничтожество, нуль, соринка, изюминка. А кто знает, может быть, со временем этого судьбы человеческие за вихр возьмешь. Всякое бывает. Алексей Иванович помолчал, покачал головой и продолжал. А прежде-то, прежде что было, а, боже ты мой, памяти своей не веришь. Без собок, в рваных штанишках, со страхом и трепетом, за целковый бывало, две недели работаешь. Да не дадут тебе этот целковый, нет, а скомкают, да в лицо бросят, лопай. И всякий тебя раздавить может, уколоть, обухом хватить, всякий сконфузит может. Идешь с докладом, глядишь, а у дверей собачонка сидит. Подойдешь ты к этой собачонке, да за лапочку, за лапочку. Извините, мол, что мимо прошел, с добрым утром. А собачонка на тебя, швейцар тебя локтем толк, а ты ему мелких нет, Иван Потапыч. Извините. А больше всего я натерпелся и поношений разных вынес. От этого вот сега копченого, от этого вот крокодила, вот от этого самого смиренника, от курицына. И Алексей Иванович указал на маленького, сгорбленного старичка, сидевшего рядом с моим папашей. Старичок мигал утомленными глазками и с отвращением курил сигару. Обыкновенно он никогда не курит. Но если начальство предлагает ему сигару, то он считает неприличным отказаться. Увидев устремленный на него палец, он страшно сконфузился и завертелся на стуле. Много я претерпел по милости этого смиренника, продолжал Козулин. Я ведь к нему, к первому, под начало попал. Привели меня к нему смирненького, серенького, ничтожного, и посадили за его стол. И стал он меня есть. Что ни слово, то нож острый, что ни взгляд, то пуля в грудь. Теперь-то он червячком глядит, убогеньким. А прежде, что было, Нептун! Небеса разворачивались. Долго он меня терзал. Я и писал ему. И за пирожками бегал. Перья чинил. Тещу его старую по театрам водил. Всякие угождения ему делал. Табак нюхать выучился. Да. А все для того. Нельзя. Думаю. Надо, чтоб табакерка при мне постоянно была на случай. Ежели спросит. Курицын, помнишь? Приходит к нему однажды моя матушка-покойница и просит его, старушенька, чтоб он сынка, меня то есть, на два дня к тетушке отпустил, на следство делить. Как накинется на нее, как вытаращит бельмы свои, как закричит. Да он у тебя лентяй. Да он у тебя дармоет. Да чего ты, дура, смотришь. Под суд, говорит, попадешь. Пошла старушонка домой. Да и слегла. Заболела от перепугу. Чуть не померла в ту пору. Алексей Иванович вытер глаза платочком и залпом выпил стакан вина. Женить меня на своей собирался. Да я на ту пору, к счастью, горячкой заболел. Полгода в больнице пролежал. Вот что прежде было. Вот так же Валя. А теперь фи. А теперь я. Я над ним. Он мою тещу в театры водит. Он мне табакерку подает. И вот сигару курит. Хе-хе-хе-хе. Я ему в жизни перчику, перчику. Курицын, чего изволите, спросил Курицын, вставая и вытягиваясь в струнку. Трагедию представь, слушаю. Курицын вытянулся, нахмурился, поднял вверх руку, скорчил рожу и пропел сиплым дребезжащим голосом. Умри, вереломная, крови жажду. Мы покатились со смеху. Курицын, съешь этот самый кусок хлеба с перчиком. Сытый Курицын взял большой кусок ржаного хлеба, посыпал его перцем и сжевал при громком смехе. Всякие перемены бывают, продолгал Козулин. Сядь, Курицын, сядь. Когда встанем, пропоешь что-нибудь. Тогда ты, а теперь я. Да. Так и померла старушенька. Да. Козулин поднялся и покачнулся. А я молчок. Потому что маленький, серенький, мучители, варвары. А теперь зато я. Хе-хе-хе. А ну-ка ты. Ты. Тебе, говорят, безусы. И Козулин ткнул пальцем в сторону папаши. Бегай вокруг стола и пой петушком. Папаша мой улыбнулся, приятно покраснел и засеменил вокруг стола. Я за ним. Кукареку, кукареку, заголосили мы оба и побежали быстрее. Я бегал и думал, быть мне помощником письмоводителя. Быть. Умный дворник. Посреди кухни стоял дворник Филипп и читал наставления. Его слушали лакеи, кучер, две горничные, повар, кухарка и два мальчика-поваренка. Его родные дети. Каждое утро он что-нибудь да проповедовал. В это же утро предметом речи его было просвещение. И живете вы все как кто-нибудь, какой-нибудь свинячий народ, говорил он, держа в руках шапку с бляхой. Сидите вы тут сиднем и кроме невежества не видать вас никакой цивилизации. Мишка в шашки играет, матрена орешки щелкает, Никифор зубы скалит. Нечто это ум. Это не от ума, а от глупости. Нисколько нет у вас умственных способностей. А почему? Оно действительно, Филипп Никандорович, заметил повар, известно. Какой в нас ум? Мужицкий. Нечто мы понимаем. А почему у вас нет умственных способностей? Продолжал дворник. Потому что нет у вашего брата настоящей точки. И книжек вы не читаете. И насчет писания нет у вас никакого смысла. Взяли бы книжечку, сели бы себе, да почитали. Грамотно небось, разбираете печатное. Вот ты, Миша, взял бы книжечку, да прочел бы тут. Тебе польза, да и другим приятность. А в книжках обо всех предметах распространение. Там естественно идешь. И о божестве, о странах земных. Что из чего делается. Как разный народ на всех языках. И идолопоклонство тоже. Обо всем в книжках найдешь. Глаб охота. А то сидит себе около печи. Жрет да пьет. Чисто как скоты неподобные. Тьфу ты. Вам, Никандрич, на часы пора. Заметила кухарка. Знаю. Не твое дело мне указывать. Вот, к примеру, скажем, хоть меня взять. Какое мое занятие при моем старческом возрасте? Чем душу свою удовлетворить. Лучше нет, как книжка или ведомости. Сейчас вот пойду на часы. Просижу у ворот часа три. И вы думаете, зевать буду? Или пустяки с бабами болтат? Нет, не таковски я. Возьму с собой книжечку, сяду и буду читать себе в полное удовольствие. Так-то. Филипс достал из шкафа истрепанную книжку и сунул ее за пазуху. Вон оно. Мое занятие. С измольства привык. Учение свет. Не учение тьма. Слыхали, чай? Ха-ха. То-то. То-то. Филипп надел шапку, крякнул и, бормоча, вышел из кухни. Он пошел за ворота, сел на скамью и нахмурился, как туча. Это не народ, а какие-то химики свинячие, пробормотал он, все еще думая о кухонном населении. Успокоившись, он вытащил книжку, степенно вздохнул и принялся за чтение. Так написано, что лучше и не надо, подумал он, прочитав первую страницу и покрутив головой. Умудрить же Господь. Книжка была хорошая, московского издания, разведение корнеплодов. Нужна ли нам брюква? Прочитав первые две страницы, дворник значительно покачал головой и кошленол. Правильно написано. Прочитав третью страничку, Филипп задумался. Ему хотелось думать об образовании и почему-то о французах. Голова у него опустилась на грудь, локти уперлись в колено, глаза прищурились. И видел Филипп сон. Все. Видел он, изменилась. Земля та же самая. Дома такие же, ворота прежние. Но. Но люди совсем не те стали. Все люди мудрые, нет ни одного дурака. И по улицам ходят все французы и французы. Водовоз и тот рассуждает. Я, признаться климатом, очень недоволен и желаю на градусник поглядеть. А у самого в руках толстая-толстая книга. А ты почитай календарь, говорит ему Филипп. Кухарка глупа, но и она вмешивается в умные разговоры и вставляет свои замечания. Филипп идет в участок, чтобы прописать жильцов. И странно, даже в этом суровом месте говорят только об умном и везде на столах лежат книжки. А вот кто-то подходит к лакею Миши, толкает его и кричит. Ты спишь? Я тебя спрашиваю. Ты спишь? На часах спишь, болван? Слышит Филипп. Чей-то громкий голос. Громовой. Спишь, негодяй? Скотина. Филипп скачал и протер глаза. Перед ним стоял помощник участкового пристава. А, спишь? Я оштрафую тебя, бестия. Я покажу тебе, как на часах спать. Морда. Через два часа дворника потребовали в участок. Потом он опять был в кухне. Тут, тронутые его наставлениями, все сидели вокруг стола и слушали Мишу, который читал что-то по складам. Филипп, нахмуренный, красный, подошел к Мише, ударил рукавицы по книге и сказал мрачно. Брось! Брось, Дурак. Рассказ холостяка. Прохор Петрович почесал затылок, понюхал табаку и продолжал. Две бутылки хересу в меня вылили. Сижу, пью и чувствую. Ходят вокруг меня, улыбки и хидные строят и поздравляют. Около меня хозяйская дочка сидит, а я, пьяный дурак, чувствую, что мелю ерунду, про семейную жизнь мелю, про утюги да горшки, после каждого слова поцелуй горячий. Ходят! И вспоминать тошно. Просыпаюсь на утро, головешка-то моя трещит, во рту хлеб свиной, а чувствую и понимаю, что я уже не про хвост, не мелезга, а жених. Самый настоящий, с кольцом на пальце. Иду к отцу-покойнику, так и так, мол, папаша милый, слово дал, венчаться хочу. Отец, известно, в смех, не верит. Куда, тебе, молокососу жениться, ведь тебе и двадцати лет еще нет. А подлинно молод и тогда был, моложе снега первого, на голове кудри русые, в груди сердца пылкая, за место живота этого шаровидного, талия тоненькая, женственная. Поживи еще до тогда и женись, говорит отец. Я на дыбы, известно, своя воля, балованный был, на своем стою. На ком же ты жениться хочешь, спрашивает. На Марьяшке Крыткиной. Отец, ужас, на этой прошелыге, да ты с ума сошел, ведь ее отец мазурит, весь в долгу, как в шелку. Дурачат тебя, дурачат, все эти свои тебя заманить хотят, дурак. А действительно, что я дураком был, баран-бараном. Бывало, постучишь себя по голове, в другой комнате слышно, звонко. До 30 лет ни одного умного слова не сказал. А дурак, как сами знаете, вечно в беде. Так и я. Никогда бывало из беды не выхожу. То одно, то другое. И по делам не будь дураком. То бьют меня, то из домов и трактиров гонят, семь раз из гимназии выгоняли, то женят нос. Отец бранится, кричит, чуть не дерется, а я на своем стою. Жениться хочу, да и шабаш. Кому какое дело, никакой отец не может мне препятствовать, ежели у меня свое умозрение есть. Не маленький. Прибежала матушка покойница. Ушам своим не верит, в обморок падает. Я на своем стою. Можно ли, думаю, мне не жениться, ежели я желаю свое семейство иметь? А ведь Марьяша, думаю, красавица, она-то не красавица. Да мне уж так казалось. Хотелось, чтоб так казалось. В голову себе вбил дурацкую идею. Она горбатенькая, косенькая, худенькая, да и дура вдобавок. Чучело заморское одним словом. Крыткины от моей жених интерес видели. Они бедняки были. Ну, а я со средствами у моего отца большое состояние было. Пошел отец к начальству. Батюшка, ваше превосходительство, не велите вы моему аспиду в брак вступать. Сделайте милость. Погибнет мальчик. На мое несчастье начальник мой с душком был. Мода тогда либеральная пошла. Только что дух этот не могу уговорить вмешиваться во внутреннюю жизнь моих подчиненных. И вам не советую постигать, на свободу сына. Да ведь он дурак. Ваше превосходительство. Начальство стук кулаком по столу. Оп. Кто бы он ни был, милостливый государь, а он имеет право располагать собой, как ему угодно. он свободный человек, милостливый государь. Когда вы, варвары, научитесь понимать жизнь-то, пришлите ко мне вашего сына. Зовут меня. Я застегиваюсь на все пуговицы и иду. Чего изволите? Вот что, молодой человек, ваши родители препятствуют вам поступить согласно влечениям вашего сердца. Это жестоко и гнусно с их стороны. Верьте, молодой человек, что симпатии порядочных людей всегда будут на вашей стороне. Если любите, то идите туда, куда влечет вас ваше сердце. А ежели ваши родители по невежеству будут препятствовать вам, то скажите мне, я поступлю с ними по-своему. Я им покажу. И чтоб показать, что в нем сидит самый настоящий дух этот, он добавил, буду у вас на свадьбе, даже отцом посаженным могу быть, завтра же поеду вашу невесту посмотреть. Кланяюсь и ликуя выхожу. Отец стоит тут же, чуть не плачет, а я ему из кармана кукиш показываю. На другой день поехал он невесту смотреть, понравилось. Худа говорит, но симпатия есть на лице, доброта говорит, какая-то на лице написана, грации много, вы счастливы, молодой человек, вы очень счастливы. Через три дня повез невесте подарки. Примите, говорит, от старика, желающего вам счастья. Я прослезился даже, на пятый день сговор был. На сговоре он пунш пил и два бокала шампанского выкушал. Доброта! славная говорит у тебя бабенка, худая, косая, а что-то французское в ней есть, есть, огонь какой-то. За три дня до свадьбы прихожу к невесте с букетом, знаете ли, где Марьяша? Дома нету, а где она? Тесть мой будущий молчит и ухмыляется. Теща тут же сидит и кофею вкладку пьет, раньше всегда в прикус купила. Да где ж она? Чего вы молчите? А ты что за допросик такой? Ступай туда, от кедова пришел, вороти оглобли. Приглядываюсь и вижу мой тестюшка как зерузя нахлестался сволочь. Нету говорит, а сам ухмляет и 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 в гору пошла. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. К благодетелю пошла. К какому? А к тому самому? К твоему пузатому превосходительству. Хе-хе-хе-хе. Было бы не привозить. Я так и ахнул Прохор Петрович громко высморкался, ухмыльнулся и добавил Ахнул и с той поры умнее стал История одного торгового предприятия Андрей Андреевич Сидоров получил в наследство своей мамаши 4 тысячи рублей и решил открыть на эти деньги книжный магазин А такой магазин был крайне необходим Город коснел в невежестве и в предрассудках Старики только ходили в баню Чиновники играли в карты и трескали водку Дамы сплетничали, молодежь жила без идеалов Девицы день Дениской мечтали о замужестве и ели гречневую крупу Мужья били своих жен и по улицам бродили свиньи Идеи, побольше идей, думал Андрей Андреевич Идеи Нанявший помещение под магазин, он съездил в Москву И привез оттуда много старых и новейших авторов И много учебников И расставил все это добро по полкам В первые три недели покупатели совсем не приходили Андрей Андреевич сидел за прилавком Читал Михайловского и старался честно мыслить Когда же ему невзначай приходило в голову Например, что не дурно бы теперь покушать леща с кашей То он тотчас же ловил себя на этих мыслях Ах, как пошло! Каждый день утром в магазин опрометью вбегала озябшая девка В платке и в кожаных калошах на босу ногу и говорила Дай на две копейки уксусу И Андрей Андреевич с презрением отвечал ей Дверью ошиблись, сударыня Когда к нему заходил кто-нибудь из приятелей То он, сделав значительное и таинственное лицо Доставал с самой дальней полки третий том Писарева Сдувал с него пыль И с таким выражением, как будто у него в магазине есть еще кое-что Да он боится показать, говорил Да, батенька Эта штучка, я вам доложу, не того Да Тут, батенька, одним словом я должен заметить такое Понимаете ли, что прочтешь, да только руками разведешь Да Смотри, брат, как бы тебе не влетело Через три недели пришел первый покупатель Это был толстый, седой господин с бакенами Фуражки с красным околышем По всем видимостям помещик Он потребовал вторую часть родного слова А грифилея у вас нет, спросил он Не держу Напрасно, жаль Не хочется из-за пустяка ехать на базар В самом деле Напрасно я не держу грифилей Думал Андрей Андреевич По уходе покупателя Здесь, в провинции, нельзя узко специализироваться А надо продавать все, что относится к просвещению И так или иначе способствует ему Он написал в Москву И не прошло месяца, как на окне его магазина Были уже выставлены перья, карандаши, ручки, тетрадки Аспидные доски и другие школьные принадлежности К нему стали изредка заходить мальчики, девочки И был даже один такой день, когда он выручил рубь сорок копеек Однажды опрометью влетела к нему девка В кожаных калошах Он уже раскрыл рот, чтобы сказать ей с презрением Что она ошиблась дверью Но она крикнула Дай на копейку бумаги и марку за семь копеек После этого Андрей Андреевич Стал держать почтовые и гербовые марки И, кстати, уже вексельную бумагу Месяцев через восемь Считая со дня открытия магазина К нему зашла одна дама Чтобы купить перьев А нет ли у вас гимназических ранцев? Спросила она Увы, сударыня, не держу Ах, какая жалость В таком случае покажите мне Какие у вас есть куклы Но только подешевле Сударыня, и кукол нет Сказал печально Андрей Андреевич Он, недолго думая, написал в Москву И скоро в его магазине появились ранцы Куклы, барабаны, сабли Гармоники, мечи и всякие игрушки Это все пустяки Говорил он своим приятелям А вот погодите Я заведу учебные пособия Рациональные игры У меня, понимаете ли, воспитательная часть будет Жиздится, что называется На тончайших выводах науки Одним словом Он выписал их гимнастические гири Крокет, трик-трак, детский бильярд Садовые инструменты для детей И десятка два очень умных Рациональных игр Потом обыватели, проходя мимо его магазина К великому своему удовольствию Увидели два велосипеда Один большой Другой поменьше И торговля пошла на славу Особенно хорошо была торговля перед Рождеством Когда Андрей Андреевич Вывесил на окне объявление Что у него продаются украшения для елки Я им еще гигиены подпущу Понимаете ли Говорил он своим приятелям Потирая руки Дайте мне только в Москву съездить У меня будут такие фильтры И всякие научные усовершенствования Что вы с ума сойдете Одним словом Наука, батенька Как и науку Нельзя игнорировать Нет Нельзя Наторговавший много денег Он поехал в Москву И купил там разных товаров Тысяч на пять За наличные И в кредит также Тут были и фильтры И превосходные лампы Для письменных столов И гитары И гигиенические кольсоны Для детей И соски И портмоне И изологические коллекции Кстати же Он купил на пятьсот рублей Превосходные посуды И был рад Что купил Так как красивые вещи Развивают Изящный вкус Смягчают нравы Вернувшись из Москвы домой Он занялся расстановкой Нового товара По полкам Этажеркам И как-то так случилось Что Когда он полез Чтобы убрать верхнюю полку Произошло Некоторое сотрясение И десять томов Михайловского Один за другим Свалились с полки Один том Ударил его по голове Остальные же Попадали вниз Прямо на лампы И разбили Два шара Как Однако Они Толсто пишут Пробормотал Андрей Андреевич Почезываясь Он собрал все книги Связал их Крепкой веревкой И спрятал Под прилавок Дня через два После этого Ему сообщили Что сосед Бакалейщик Приговорен В арестантские роты За истязание Племянника И что лавка Поэтому сдается Андрей Андреевич Очень обрадовался И приказал Оставить лавку За собой Скоро В стене Была уже пробита Дверь И обе лавки Соединенные в одну Были битком Набиты товаром Так как покупатели Заходившие Во вторую половину лавки По привычке Все спрашивали Чаю Сахару Керосину То Андрей Андреевич Недолго думая Завел И бакалейный товар В настоящее время Это один из самых Видных торговцев У нас в городе Он торгует Посудой Табаком Дегтем Мылом Бубликами Красным Галантерийным Товаром Ружьями Кожами Окороками Он снял На базаре Ренсковский Погреб И говорят Собираются Открыть Семейные Бани С номерами Книги же Которые Когда-то Лежали у него На полках В том числе И третий Том Писарева Давно уже Проданы По одному Рублю пять Копеек За пут На именинах И на свадьбах Прежде приятели Которых Андрей Андреевич Теперь в насмешку Величает Американцами Иногда Заводит с ним Речь о прогрессе О литературе И других Высших материях Вы читали Андрей Андреевич Последнюю книжку Вестника Европы Спрашивают его Нет Не читал Отвечает он Щурясь И играя Толстой цепочкой Это нас Не касается Мы более Положительным делом Занимаемся Стража над стражей Видали ли вы Когда-нибудь Как навьючивают Ослов Обыкновенно На бедного осла Валят все Что вздумается Не стесняясь Ни количеством Ни громоздкостью Кухонный скарб Мебель Кровать Бочки Мешки С грудными Младенцами Так что Навьюченный Азинус Представляет Из себя Громадный Бесформенный Ком Из которого Еле видны Кончики Ослиных копыт Нечто Нечто подобное Представлял Из себя И прокурор Хламовского Окружного Суда Алексей Тимофеевич Балбинский Когда после Третьего Звонка Спешил Занять место В вагоне Он был Нагружен С головы До ног Узелки С провизией Картонки Жестянки Чемоданчики Бутыльщем Женская Тальма И Черт знает Чего только На нем Не было С его Красного Лица Лился Ручьями Пот Ноги Гнулись В глазах Светилось Страдание За ним С пестрым Зонтиком Шла его Жена Настасья Львовна Маленькая Весноватая Блондинка С выдающейся Вперед Нижнюю челюстью И с выпуклыми Глазами Точь в точь Молодая щука Когда ее Тянут Крючком Из воды Заняв После долгих Странствований По вагонам Место И свалив Багаж Прокурор Вытер с Лба Пот И направился К выходу Куда это ты Спросила его Жена Хочу Душенька В вокзал Сходить Рюмку Водки Выпить Нечего Там Выдумывать Сиди Балбинский Вздохнул И покорно Сел Возьми На руки Эту корзину Тут Посуда Балбинский Взял на руки Большую корзину И с тоской Взглянул на окно На четвертой Станции Жена Послала Его В вокзал За горячую Водой И тут Около Буфета Он встретился Со своим Приятелем Товарищем Председателя Плинского Окружного Суда Фляшкиным Уговорившимся Вместе с ним Ехать За границу Батенька Да что же Это такое Налетел На него Фляшкин Ведь это Сивинство По меньшей Мере Уговорились Вместе В одном Вагоне Ехать А вас Нелегкая В третий Класс Понесла Зачем Вы В третьем Классе Денег У вас Нет Что Ли Балбинский Махнул Рукой И Замигал Глазами Мне Теперь Все Равно Проворчал Он Хоть На тендере Ехать Гляжу Гляжу Да кажется Кончу Тем Что Собою Порешу Под поезд Брошусь Вы Не можете Себе Голубчик Представить До чего Заездила Моя Меня Благоверная То есть Так заездила Что удивительно Как я Еще жив До сих пор Боже мой Погода Великолепная Воздух Этот Шир Природа Все Условия Для Безмятежного Жития Одна Мысль Что За Границу Едем Должна Была Бы Кажется Приводить В телячий Восторг Так Нет Нужно Было Злому Року Навязать Мне На шею Это Сокровище И Ведь Какая Насмешка Судьбы Нарочно Чтоб Избавиться От Супруги Придумал Я Болезнь Печенок За Границу Хотел Удрать Всю Зиму О свободе Мечтал И Во сне И наяву Себя Одиноким Видел И Что Ж Навязалось Со мной Ехать Уж Я И так И Эдак Ничего Поеду Да и Поеду Хоть Ты Тресни Ну Вот Поехали Предлагаю Ехать Во втором Классе Ни За Что Как Это Мол Можно Так Тратиться Я Ей Все Резоны Представляю Говорю Что И Деньги У Нас Есть И Престижно Падает Ежели Мы Будем В третьем Токлассе Ездить Что И Душно И Вонь Не Слушай Без Экономии Обуял Теперь Хоть Этот Багаж Взять Ну Для Чего Мы Такую Массу С Собой Тащим Для Чего Мы Все Эти Узелки Картонки Сундучки И Прочая Дрянь Мало Того Что В багажный Вагон Десять Пудов Сдали Мы Еще В нашем Вагоне Четыре Скамьи Заняли Кондуктора То и Дело Просят Расчистить Место Для Публики Пассажиры Свердиться Она С ними Прирыкание Вступает Совестно Совестно Верите Лип В огне Горю Отойти От нее Сохрани Бог Ни на Шаг От себя Не отпускает Сиди Упечешься И Знаете Ли Ни за Что Ни Про Что Человечину Под Стражем Упечешь Ну Теперь Я понимаю Проникся Понимаю Что значит Быть Под Стражем Ох Ох Как Понимаю Небось Рад Вы Пойти На Поруки Усмехнулся Фляжки С восторгом Верите При всей Своей Бедности Десять Тысяч Залогов Нес Но Однако Бегу Небось Уж Горячку Порет Быть Голова Мойки Ой Быть Вершблова Фляжкин Гуляя Рано Утром По Платформе Увидел В окне Одного Из Вагонов Третьего Класса Сонную Физиономию Болбинского На Минуточку Закивал Ему Прокурор Моя Еще Спит Не Просыпалась Когда Она Спит Я Относительно Свободен Выйти То Из Вагона Нельзя Но Зато Корзинку Можно Пока На Пол Поставить Хоть За Это Спасибо Ах Да Я Вам Не Говорил У Меня Радость Какая Две Картонки И Один Мешочек У Нас Украли Все Таки Легче Вчера Съели Гуся И Все Пирожки Нарошено Больше Ел Чтоб Меньше Багажа Осталось Да И Воздух Же У Нас В Вагоне Хоть Топор Вешай Тьфу Не Изда А Чисто Мука Прокурор Прокурор Повернулся Назад И Погляделся Злобую На Свою Спавшую Супругу Варварка Ты Моя Мучительница И Ради Ада Ты Этакая Скоро Я Несчастный Избавлюсь От Тебя Ксанти И Верите И И Иной Раз Закрою Глаза И Мечтаю Мечтаю А Что Если Она Да Попала Бы Ко Мне В Когти В качестве Подсудимой Кажется В каторку Бы Упёк Упёк Бы Но Просыпается Ц Прокурор В мгновение Ока Состроил Невинную Физиономию И Взял На руки Корзинку В Эндуркине Идя За горячей Водой Он Глядел Веселее Еще Две Картонки Украли Похвал Стался Он Перед Фляшкиным И Уже Мы Все Калачи Сеяли Все Таки Легче В Кенесберге Он Совсем Преобразился Вбежав Утром В вагон К Фляшкину Он Повалился На диван И Валился Счастливым Смехом Голубчик Иван Иван Никитич Дай Обнять Извини Что Я Тебе На Ты Говорю Но Я Так Рад Так Ехидно Счастлив Я Свободен Понимаешь Свободен Жена Бежала То есть Как Бежала Вышла Ночью Из вагона И до сих пор Ее нет Бежала Лена Свалилась Лена На станции Где нибудь Осталась Одним Словом Нет Ее Ангел Ты Мой Но Послушай Стревожился Фляшкин В таком Случа Телеграфировать Надо Храни Меня Создатель То есть Как Я Теперь Эту Свободу Чувствую Что Описать Тебе Я Не Могу Пойдем По Платформе Пройдемся На Свободе Подышим Приятели Вышли Из Вагона И Зашагали По Платформе Прокурор Шагал И каждый Свой Сдох Сопровождал Восклицаниями Как Хорошо Как Легко Дышится Неужели Есть Такие Люди Которым Всегда Так Живется Знаешь Что Брат Решил Он Я Сейчас К тебе Вагон Переберусь Развалимся И Заживем На Холостую Ногу И Прокурор Опрометью Побежал В свой Вагон Через две Он Вышел Из Своего Вагона Но Уже Не Сияющий А Бледный Ошеломленный С медным Чайником В руках Он Пошатывался И Держался За Сердце Вернулась Махнул Он Рукой Встретив Вопросительный Взгляд Фляшкина Оказывается Что Ночью Вагоны Перепутало И По Ошибке В чужой Попало Шабаш Брат Шабаш Прокурор Остановился Перед Фляшкиным И Вперел В него Взгляд Полный Тоски И Отчаяния На глазах Его Навернулись Слезы Минута Прошла Вмолчание Знаешь Знаешь Что Сказал Ему Фляшкин Нежня Беря Его За Пуговицу Я На твоем Месте Сам Бежал То Есть Как Беги Вот И Все А то Ведь Этак Зачахнешь На Тебя Глядя Бежать Бежать Задумался Прокурор А Ведь Это Идея Так Я Братец Вот Что Сделаю Сяду На Встречный Поезд И Ай Да Скажу Ей Потом Прощай В Париже Встретимся Выигрышный Билет Иван Дмитриевич Человек Средний Проживающий С семьей 1200 Рублей В год И очень Довольный Своей Судьбой Как то После Ужина Сел на диван И стал Читать Газету Забыла Я сегодня В газету Поглядеть Сказала Его жена Удирая Со стола Посмотри Нет ли там Таблицы Тиражей Да Есть Ответил Иван Дмитриевич А разве Твой билет Не пропал В залоге Нет Я во вторник Носила Проценты Какой Номер Серия 9 499 Билет 26 Так Посмотрим 9 499 И 26 Иван Дмитриевич Не верил В лотерейное Счастье И в другое Время Ни за что Не стал Выглядеть В таблицу Тиражей Но теперь От нечего Делать И Благо Газета Была Перед Глазами Он Провел Пальцем Сверху Вниз По номерам Серий И Точно В насмешку Над его Неверием Не дальше Как Во второй Строке Сверху Резко Бросилась В глаза Цифра 9 499 Не поглядев Какой Номер Билета Не проверяя Себя Он Быстро Опустил Газету На колени И Как будто Кто плеснул Ему на живот Холодной водой Почувствовал Под ложечкой Приятный Холодок И Щекотно И страшно И сладко Маша 9400 909 Есть Сказал он Глухо Жена Поглядела На его Удивленное Испуганное Лицо И поняла Что он Не шутит 9 499 Спросила Она Бледнее И опуская На стол Сложенную Скатерть Да Да Серьезно Есть А номер Билета Ах да И еще Номер Билета Впрочем Постой Погоди Нет Каково Все таки Номер Нашей серии Есть Все таки Понимаешь Иван Дмитриевич Глядя на жену Улыбался Широко И бессмысленно Как ребенок Которому Показывают Блестящую Вещь Жена Тоже Улыбалась Ей Как и ему Приятно Было Что он Назвал Только Серию И не Спешит Узнать Номер Счастливого Билета Томить И дразнить Себя Надежды На возможное Счастье Это так Сладко Жутко Наша Серия И есть Сказал Иван Дмитриевич После Долгого Молчания Значит Есть вероятность Что мы Выиграли Только вероятность Но все же Она есть Ну Теперь взгляни Постой Еще успеем Разочароваться Это во второй строке Сверху Значит Выигрыш 75 тысяч Это не деньги А сила Капитал И вдруг Я погляжу Сейчас В таблицу А там 26 А Послушай А что Если Мы в самом Деле Выиграли Супруги Стали смеяться И долго Глядели Друг на друга Молча Возможность Счастья Отуманила их Они не могли Даже мечтать Сказать На что Им обоим Нужны Эти 75 тысяч Что они Купят Куда Поедут Думали Они Только О цифрах 9 тысяч 499 И 75 тысяч Рисовали Их В своем Воображении А о самом Счастье Которое Было Так Возможно Им Как-то И не думалось Иван Дмитриевич Держа В руках Газету Несколько Раз Прошелся Из угла В угол И Только Когда Успокоился От первого Впечатления Стал Понемногу Мечтать А что Если мы Выиграли Сказал он Ведь это Новая Жизнь Это Катастрофа Билет Твой Но если бы Он был Моим То я Прежде Прежде Всего Конечно Купил бы Тысяч На 25 Какую Нибудь Недвижимость Вроде Имения Тысяч Десять На Единовременные Расходы Новая Обстановка Путешествия Долги Заплатить И Прочее Остальные 40 тысяч В банк Под Проценты Да Имение Это Хорошо Сказала Жена Садясь И опуская На колени Руки Где-нибудь В Тульской Или Орловской Губернии Во-первых Дачи Не нужно Во-вторых Все-таки Доход И В его Воображении Затолпились Картины Одна Другой Ласковей Поэтичнее И во всех Этих Картинах Он Видел Себя Самого Сытым Спокойным Здоровым Ему Тепло Даже Жарко Вот Он Поевший Холодный Как Лед Окрошки Лежит Вверх Животом На Горячем Песке У самой Речки Или В саду Подлипою Жарко Сынишка И дочь Ползают Возго Копаются В песке Или Ловят В траве Козявок Он Сладко Дремлет Ни О чем Не думает И всем Телом Чувствует Что ему Не идти На службу Ни сегодня Ни завтра Ни посвезавтра А надоело Лежать Он идет На сенокоз Или В лес За грибами Или же Глядит Как мужики Ловят Неводом Рыбу Когда садится Солнце Он берет Простыню Мыло И плетется В купальню Где Не спеша Раздевается Долго Разжигает Ладонями Разлаживает Свою ладонями Свою Голую Грудь Лезет В воду А в воде Около Матовых Мыльных Кругов Суетят Свою ладонями Свою ладонями Вечером Прогулка Чтобы хорошенько Озябнуть А потом Выпить Большую Рюмку Водки И закусить Соленым Рыжиком Или Укропным Огульчиком И Выпить Другую Детишки Бегут С огорода Тащат Морковь Редьку От которой Пахнет Свежей Землей А после Развалиться На диване И не спеша Рассматривать Какой-нибудь Журнал А потом Прикрыть Журнал Журналом Этим Лицо Расстегнуть Жилетку И отдаться Дремоте За бабьим Летом Следует Хмурое Ненастное Время Днем И ночью Идет Дождь Голые Деревья Плачут Ветер Сыр Холоден Собаки Лошади Куры Все Мокро Уныло Робко Гулять Негде Из дома Выходить Нельзя Целый День Приходится Шагать Из угла В угол И тоскливо Поглядывать На пасмурные Окна Ой Скучно Иван Дмитриевич Остановился И посмотрел На жену Я Знаешь Маша За границу Поехал Сказал он И он Стал думать О том Что Хорошо Поехать Глубокой Осенью За границу Куда Нибудь В южную Францию Италию Индию Я тоже Непременно За границу Поехала Сказала Жена Ну Посмотрим Номер Билета Постой Погоди Он Ходил По комнате И продолжал Думать Ему Пришло На мысль А что Если в самом деле Жена Поедет За границу Путешествовать Приятно Одному Или же В обществе Женщины Легких Беззаботных Живущих Минутою А не таких Которые Всю дорогу Думают И говорят Только о детях Вздыхают Путаются И дрожа Над каждой Копейкой Иван Дмитриевич Представил себе Свою жену В вагоне Со множеством Узелков Корзинок Свертков Она о чем-то Вздыхает Жалуется Что у нее От дороги Разболелась Голова Что у нее Ушло Много Денег То и дело Приходится Бегать на станцию За кипятком Бутербродами Водой А обедать Она не может Потому что Это дорого А ведь Она Бы Меня В каждой Копейке Усчитывала Подумал он Взглянув на жену Билет то ее А не мой Да и зачем Ей за границу Ехать то Чего она Там не видела Будет в номере Сидеть Да меня Не отпускать От себя Знаю И он Первый раз В жизни Обратил внимание На то Что его жена Постарела Подурнела Вся насквозь Пропахла Кухнею А сам он Еще молод Здоров Свеж Хоть Женись Во второй раз Конечно Все это Пустяки И глупости Думал он Но Но Зачем бы она Поехала за границу Что она там Понимает А ведь Поехала бы Воображаю А на самом деле Для нее Что Неаполь Что Клин Все едино Только бы Мне Пошла Я бы у нее В зависимости Был Помешала бы Воображаю Как бы только Получила Деньги Но сейчас Бы их По бабе Под шесть Замков От меня Будет Прятать Родне Своей Будет Благотворить А меня В каждой Копейке Усчитывать Вспомнил Иван Дмитриевич Родню Все эти Братцы Сестрицы Тетеньки Дяденьки Узнав Про выигрыш Приползут Начнут Нищенский Клянчить Улыбаться Лицемерить Противные Жалкие Люди Если им Дать То они Еще Попросят А отказать Будут Клясть Сплетничать Желать Всяких Напастей Иван Дмитриевич Припоминал Своих Родственников И их Лица На которые Он прежде Глядел Безразлично Казались Ему Теперь Противными Ненавистными Это Такие Гадины Думал он И лицо Жены Стало Казаться Тоже Противным И ненавистным В душе Его Закипала Против Нее Злоба И он Со злорадством Думал Ничего Не смысл В деньгах А потом Скупа Если бы Выиграла Дала бы мне Сто рублей А остальные Под замок И он уже Не с улыбкою А с ненавистью Глядел на жену Она тоже Взглянула на него И тоже С ненавистью И со злобою У нее были Свои Радужные мечты Свои Планы Свои Соображения Она Она Отлично Понимала О чем Мечтает Ее муж Она Знала Что первый Протянул бы Лапу К ее Выигрышу Он На чужой Той счет Хорошо Мечтать Говорил Ее взгляд Нет Ты не смеешь Муж Понял ее взгляд Ненависть Заворочилась У него В груди И чтобы Досадить Своей жене Он На зло Ей Быстро Заглянул На четвертую Страницу Газеты И провозгласил С торжеством Серия 9499 Билет 46 Но не 26 Надежда И ненависть Обе разом Исчезли И тача Ивану Дмитриевичу И его жене Стало казаться Что их комнаты Темны Малы И низки Что ужин Который они съели Не насыщен А только давит Поджелудком Что вечера Длинны Скучны Черт знает что Сказал Иван Дмитриевич Начиная капризничать Куда Не ступишь Везде бумажки Под ногами Крошки Какая-то скорлупа Никогда не подметают В комнатах Придется из дома Уходить Черт меня подери Совсем Уйду И повешусь На первой Попавшейся Осине Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...